На перекрёстке в районе кампуса ДВФУ на острове Русском не смогли разъехаться водители грузовика и легковушки. Версии по поводу произошедшего у водителей машин разнятся. Очередное столкновение на перекрёстке близ кампуса ДВФУ на острове Русском. На этот раз не смогли разъехаться грузовик Mitsubishi Cantor и малолитражка Toyota Raktis. Если посмотреть на расположение автомобилей, сама собой напрашивается версия. Raktis поворачивал с главной на канал. Cantor не успел оттормозиться. Однако в действительности всё оказалось сложнее и не так очевидно. На Русском острове произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. Девушка, управляя автомобилем Toyota Raktis, двигалась по левой полосе в сторону кампуса ДВФУ. Водитель грузовика, не заняв крайне левое положение, решил совершить разворот. В результате чего он ударил в левую переднюю часть автомобиля Toyota Raktis. Raktis развернула, машина не на ходу, покинет место ДТП на эвакуаторе. Страховой полис виновника выписан после октября 2014 года. Соответственно, выплата до 400 тысяч рублей. Этот ущерб покроет ремонт автомобиля. По прибытии на рядом ДПС водитель грузовика выдвинул новую версию, которая полностью возлагает вину за произошедшее на девушку водителя Raktis. Якобы она неслась, не обращая внимания на предупредительные сигналы Cantor, что и привело к аварии, в которой пострадали оба автомобиля. Но восстанавливать один из них придется за счет страховой компании другого. Выяснить правду, а значит и кто, кому и за что должен платить, предстоит сотрудникам дорожной полиции.